Амбулатория Первоклассник Даня Бессонов учится в 11-й школе уже три недели. Школа семье Дане нравится, да и добираться удобно. Когда успеваю завозить его, то завожу. Когда не успеваю, то на автобусе. Школа хорошая. Ну, конечно, неудобно то, что рано вставать приходится ребенку, но так, в принципе, устраивает все. Родители бывших учеников школы Горки для продолжения обучения могли выбрать любое учебное заведение Ленинского района. С каждой семьей вопрос решался в индивидуальном порядке. Мы с женой проехали все близлежащие школы, которые были возможны. И в этом плане я хочу сказать спасибо организаторам этого процесса непростого, которые предоставили возможность выбрать с точки зрения транспортировки детей, с точки зрения условий обучения, особенно в часы утреннего трафика, это оказалось оптимальным решением. Автобусы от остановки амбулатория отправляются в 7.15. В каждом по два сопровождающих. Одновременно с ними из населенного пункта выезжают еще два автобуса со школьниками. Один забирает 14 учеников от школы, другой – 6 учеников из деревни Горки. В Купелинке их встречает третий сопровождающий. Мы встречаем детей с утра, рассаживаем их в автобус, переписываем пофамильно. Ну и потом смотрим за порядком в автобусе, чтобы они были пристегнуты. Обратно в Горки детей отвозят каждый час, начиная с 13.00. Последний автобус отходит от школы номер 11 в 18.30. Он забирает ребят, которые остаются на продленку. В настоящее время в школах Ленинского района обучается 249 детей из школы Горки. 150 из них обучается в Видновской школе номер 11, 71 – в средней общеобразовательной школе совхоза имени Ленина, 13 детей в Калиновской школе, 6 детей в Петровской начальной школе, 4 человека обучаются в Видновской школе номер 1, 2 человека в Видновском художественно-техническом лицее и по одному человеку в Развилковской школе, в Видновской школе номер 9 и номер 6. При этом 8 учеников закрывшейся школы, зарегистрированных в Ленинском районе, до сих пор не зачислены в образовательные учреждения. С родителями этих ребят сотрудники управления образования в ежедневном режиме поддерживают связь. Здравствуйте, Елена Владимировна. Вас беспокоит управление образованием администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела развития общего образования, половинки, Нольга Николаевна. Подскажите, пожалуйста, определились вы с устройством своего ребенка Павла в школу? Такая совместная работа приносит свои плоды. Постепенно все школьники будут размещены по учебным заведениям. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Винетово.